Всем привет! В этом выпуске жизнь на природе, но на свалке, деревенские юродивые с эротическими танцами, водка как главный элемент культурной программы и много чего еще. Наши руководители очень любят говорить о развитии территории, подъеме села и вот еще один хороший термин – повышение качества жизни. Какое оно на самом деле, это качество жизни в деревне, наши начальники знают разве что по дачным посиделкам и охотничьим вылазкам. Тут ведь что важно, чтобы отдых на природе не был омрачен суровой реальностью. Возьмем для примера село с типично российским названием Каменка. Наша Каменка в Воротынском районе Нижегородской области. Места эти на Волге, скажу я вам, чудесные. Их еще называют рыболовной меккой, но даже тем, кто к рыбалке равнодушен, здесь тоже может понравиться. Вот так бы и смотрел, не отрываясь на воду, на далекий берег. Так бы и смотрел. Тут главное не опустить взгляд под ноги. Каменка фактически стоит на свалках бытового мусора. Их здесь около двух десятков. Жечь мусор сейчас нельзя, а вывозить его нет денег, говорят местные власти. Кучу с мусором здесь можно встретить везде, даже в центре села. Одна из самых больших свалок за местным домом культуры. Печально, что люди уже привыкли жить в этом свинарнике. Ну то есть это мне печально, а тем, кто ходит здесь в начальниках, кто составляет сельскую элиту, так в общем-то даже спокойнее. Но не жалуются люди, и слава богу. Чтобы эта внешняя картинка не выбивалась из общей картины качества жизни, важно что? Важно, чтобы свинарник снаружи гармонировал со свинарником внутри. Сейчас я расскажу вам о том, как в Каменке обеспечивают культурную программу. 15 июля Каменка отметила День села. Вот так это выглядело в официальном фотоотчете. Красивые речи, самодеятельность, детские батуты и электромашинки. Все как везде. Из угощений уха и шашлык. И уже это как бы дает намек, каким будет продолжение. Официальная часть праздника длится обычно не больше часа. А вот как выглядело то же самое место спустя еще час. Итак, место действия тот же Дом культуры. Время 12.30. Основная часть жителей разошлась, но тот, кто остался, может легко насладиться всей картиной неофициальной части. Прямо перед входом в ДК стол с водкой и пивом. Свободно гуляют дети. Могут зайти в ДК, чтобы увидеть столы с водкой, за которыми сидят представители местного истеблишмента. Уже поют. Перед входом в Дом культуры культурно отдыхает местный дурачок. Танцы постепенно становятся все более откровенными. Дети наблюдают. Вот подъезжает внедорожник с номерами ААА. А оттуда выскакивает человек с бутылкой водки, несет ее к столу. Мужики сдувают детский батут, что как бы символизирует, дальше праздник только для своих. Но дети с мамами продолжают гулять у ограды. Возможно, контролируют степень опьянения своих мужчин. Вот посмотрите на этого мальчика. Похоже, его не радует даже электромобиль. Еще бы, человеку с детства внушают, что праздники во взрослой жизни выглядят именно так. Что весь этот трэш – норма. А знаете, что особенно страшно? Что и мы все тоже не видим в этом ничего особенного или тревожного. Я прямо-таки слышу ответную реакцию зрителей. Ну а что, в деревнях всегда пили, здесь еще прилично все. А я не хочу, чтобы как всегда. Потому что то, как было всегда – это прошлое, от которого нужно отказываться как можно быстрее. А все разговоры о качестве жизни, они вроде бы направлены в будущее. Качество жизни – это не свет или газ, не телевизор или холодильник. Это все качество существования. Жизнь-то она совсем в другом. В нежелании видеть вокруг себя свинарник и допускать его в свою душу. Черт возьми, какой-то слишком серьезный спич получился. Ну ладно, вот вам для разрядочки красивая картинка с берега на Волгу. Оттуда, с Волги на берег, вид заметно хуже.